Помощь в поиске работы никто не отменял, но теперь граждане могут обойтись и без сотрудника центра занятости. Просто зарегистрироваться на сайте работ России. Принцип тот же, что и на многих известных сайтах. А вот новое здание центра занятости, где практически завершен ремонт, уже для других форм работы с соискателями. И они теперь в приоритете. Содействие к собственному делу, планирование собственной карьеры, грамотные, тематические тренинги, которые обучают людей навыкам поиска работы, активной жизненной позиции, учат грамотно составлять резюме, вести себя на собеседовании, в переговорах, телефонных, личных и так далее. Модное слово «ассесмент» отныне не только прерогатива частных агентств, рассказали нам сегодня. Комплексную оценку персонала, реальных качеств сотрудников смогут сделать и специалисты службы занятости. Причем, если частники берут за это пару десятков тысяч, в государственной службе занятости услуга, понятно, бесплатная. Персонал службы прошел переобучение, привлекут и специалистов со стороны, к примеру, студентов-психологов классического вуза. Ребята будут смотреть и будут разработаны игры, связанные с реальными управленческими процессами. И вот на основании того, как себя человек поведет, как он сможет организовать группу на работу, в рамках этой задачи, какие вопросы он будет ставить, как он правильно распределит обязанности. Это как раз позволяет определить, есть в человеке лидерские качества или нет. Меняется и подход к работодателям, говорят в центре занятости. Сейчас соискатели вряд ли предложат место на предприятие, которое сокращает сотрудников или не развивает производство. К слову, с работодателями сотрудничать планируют еще теснее. Одно из крупнейших промышленных предприятий Барнаула, к примеру, заключило долгосрочный договор со службой занятости. На заводе наращивают мощности и люди нужны, в том числе молодые кадры. Сегодня мы уже пришли к тому, что надо не просто проводить, пригласить, показать станки 4-5 поколения, провести по заводу, накормить ему рабочие котлеты, будем говорить так обедом, но и дать попробовать что-то сделать своими руками. То есть это вот так называемые профессиональные пробы. Это тоже новая услуга, о которых в центре занятости, по крайней мере, нам так сказали, теперь будет много. В ближайшее время, когда ремонт в здании завершится, карьерные психологи готовы будут принять небольшие группы для проведения тренингов. Но зарегистрироваться для обычного поиска работы по-прежнему можно только дистанционно. Ведь в крае продолжают действовать ограничительные мероприятия. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.